Приветствую, господа! С вами вновь и Тальсон. Сегодня суббота и мы, как всегда, на оффроуде. Сегодня интересные машины. Мы сможем, наконец-то, сравнить одинаковые тачки, но с разной степенью подготовки. Значит, у нас есть две стандартные Нивы на 29-х кардиант оффроуд, две Нивы на 31-х 510-х сафарях. У одной стоит Иштехно, сзади жесткая блокировка. Вторая Нива полностью сток. Соответственно, УАЗ 469-й на 33-х сафарях с задней заваркой, и УАЗ Патриот на 36-х колесах с блокировкой Иштехно. Как всегда, у нас будет грязь, болото, и в этот раз, я думаю, мы еще поедем в песчаные горки. Погнали! Право обычно моя Нива проезжает, поэтому усложним задачу, проверим работу всех блокировок. Но мы можем, конечно, подвиснуть. Все, уже село. Но назад получается сдать. Дело в том, что все-таки земля суховата. Так, а если нам в другую сторону? Нет, наверное, нужно брать правее, потому что тут я уже сажусь на днище. Возьмем чуть вправо. Там еще вправо можно объехать по пустам, но мы уже в самую жижу поедем. Ну что, в натяг или ходом? Закроем окно, дабы хоть как-то более-менее остаться чистым. Так, ну что, ребят, вторая пониженная. Ну ладно, как-то неинтересно, да, было? Сейчас мы сдадим чуть-чуть назад. Ой-ой-ой. Видно, здесь кто-то копал. Так, нам теперь нужно вот эти все, всю колею перескочить. А колея тут, я вам скажу, очень зачетная. Руль просто вырывает. Ого! Ой, что-то, что-то хорошечно щелкнуло. Все, сели. В общем, я хотел ее засадить, и я ее засадил. Повисли мы на заднем мосту, на передней балке. Да, сидим хорошо, дерево, дерево есть. Сейчас хомуха размотаем лебедку, и будем стаскивать себя в ту сторону. В общем, ребята, ну что? Не смогла! Повисли мы на заднем мосту. Нет, все. Ну и никак. Походу, дело нужна динамичка. Скоро защита не тянется. Хорошо сидим. Ну, сами понимаете, что посадить можно любую тачку. Ну, даже танк. Значит, смотрите, это у нас 29-е колеса, кардиант оффроуд, без каких-либо блокировок. То есть, в принципе, тачка-сток, за исключением колес. Какая будет траектория, какая тактика. Привода хрустят, стандартная болезнь Нива. И вот здесь, смотрите, он уже сталкивается с первой трудностью, потому что тачку просто начинает стягивать. Нет, нужно... Ну, либо ходом уже клиренса должно хватить, да? С заваркой в заднем мосту на 33-х сафаряк. В общем-то, легко здесь пока проезжает. Ну, а дальше... Куда он? Он по следам Нивы на 29-х колесах, ребят. Ну, это даже как-то смешно, мне кажется. Ну, куда он поехал? Ну, что там его сейчас все у вас заводы запозорят. Так, значит, это у нас Нива на 31-х сафарях, 510-х. Машина полностью сток, никаких блокировок на ней нет. Этот Нива с опытом и сейчас его снесет туда же, куда... А, нет, меня сносило правее. Ну, там он проезжает все легко. Так, Нива на 29-х. В кардиантах тоже сток, без блокировок. Проезжает точно там же, где Нива на 31-х. В общем-то, в который раз убеждаюсь, Нива едет, пока не сядет на мосты. Практически стоков у вас, никаких блокировок. Колеса БФ Гудрич, близкие к 32-му размеру. По следам Нивы, вот уже диагоналочку он славил. Потому что надо было все-таки чуть-чуть ходами, значит. Это можно какой сделать вывод, что хода подвески у Нивы лучше, чем у вас Патриота? Поглядь к кому-то. Да что ж он делает тут-то? Ну, Игорян, как всегда, на ровном месте найдет себе препятствие. Я думаю, куда бечь? Я убегаю, ребята, стойте. Иначе я сейчас буду просто здесь грязи. Ну, вуаля-то! В который раз я убеждаюсь, что у вас Патриот не едет. Нива в натяг здесь проходила. Но все-таки, видите, ребят, масса большая автомобиля. И если бы он прям ходом проходил, я думаю, 100% он бы здесь проехал без какого-либо напряга. И очень хорошую диагоналку он ловит. Плюс у Нивы короткая база. Наверное, это тоже именно в данном месте ей большой плюс. Но я, если честно, думал, что придется его выдергивать. Так, и вот опоздавший участик Нивы-Шевроле. Колеса стравил. Колеса не травленные. Машина стоп без блокировок. Теперь маленький лифт. Давай-давай-давай. Итак, Нивы-Шевроле. Вот мы сейчас и сравним, кто лучше едет. Нива-21-21. Ну, чувак вообще исполняет. Красавчик. Да, ребята, еще раз. В который раз убеждаемся, что от прокладки зависит многое. Так, ну и Денчик на 31-х. Форвард сафари 510-й. Сзади у него Иштехно. Жесткая блокировка. Давай в натяг! У Дениса что-то прям как-то интересного он выбрал. Маршрут в данной ситуации и направление. Он не стал ехать по колее и немножко поступил более умно, наверное. Едем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты уже готов к худшему, да? Ты уже готовишься к худшему? Да, я сейчас. Продолжение следует... 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 чё обороты плавают так положено не вот в общем совсем чуть-чуть надо сдернуть она и не висит на хорош все мне кажется он уже разозлился ой ой газку 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 дверь твою мать ёу 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 назад резко вот отойди и он приехал опять тоже самое мир смотри 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 красавчик вот что значит злой него вот оказывается нужно правильно педалировать ребят твою мать санек ты отходи твою мать саня ты чё камеру донил кучу а как а как у меня-то гай мальчик сколько килограмм семечек села на покатушке три три ты считал диман я должна стесняй спросить сколько ты маленькая кулинарная хитрость если сосиски отварить с кубиком говяжьего бульона то они будут пахнуть мясом нормально там у вас на 35 накопал давай вон назад игорян я вам скажу по секрету здесь на прошлых выходных у вас на 35 колесах все изрыл по ходу дела даже он тапок у вас завода плавает давно точнее его на 31 сафарях с блокировкой техно сзади в общем диман его все-таки прекрасенел мне кажется сейчас там сюда воткнется и там останется вот прям как бабушки не ходи гайд мотора хватит и денис но тут однозначно мотору не хватило эти серьезные говорю за ну привет сам дна нет мне кажется а потом говорит что у вас едет лучше чем него он там на бережку стоит у него и хорошо едет а ты лебёдку делал и бать он кипит у нас просьбой моему чё назвать за то что накид он остыл бы немножко вылезай мотор просто сейчас положит и все по моему там уже пора этот мотор на капитал лебедка у нас в этот раз не сдюжила якорь в общем то неплохо себя показал ребят рабочая тема всем советую то есть если вы где-нибудь вдвоем застряли и нет по соседству никакого дерева то можно себе реально вытащить место здесь прям было такое зачетное люстаточка уже кипела ну а лучше всегда с собой в друзьях иметь водители у вас патриот чтобы он вас всегда смог динамической дернуть но яркий пример того что динамическая стропа рабочая это лучше чем любой трос который вообще не тянется и он просто рвется либо трос либо машина да да я про тебя то же самое говорил уйди отсюда мальчик мальчик мальчик